В этом уроке мы создадим систему беспроводного управления домом. В предыдущих уроках вы уже познакомились с платой GSM GPRS Shield. В этот раз с ее помощью мы будем управлять домом через короткие сообщения SMS. Для начала рассмотрим принцип работы будущей системы. Наш GSM GPRS Shield после установки сим-карты способен отправлять и получать сообщения. После того, как мы отправим SMS с командой, а Shield его примет, он передаст данные на плату Piranha Uno, которая проверит сообщения и при наличии верных команд выполнит их, в зависимости от типа нагрузки, подав сигнал, на один из подключенных модулей, таких как силовой ключ, используемый для подключения 12-вольтовой светодиодной ленты и 12-вольтового вентилятора, электромеханическое реле, используемое для подключения 12-вольтового линейного толкателя и твердотельное реле, используемое для подключения 220-вольтовых лампочек. Для удобства подключения оборудования к Piranha Uno мы будем использовать Tremas Shield, а для того, чтобы сделать наше устройство полностью автономным, воспользуемся Battery Shield. Что ж, пришло время собрать все воедино. Для этого сначала закрепим Piranha Uno, а сверху на нее установим GSM-GPRS Shield, не забывая про сим-карту, затем Battery Shield и Tremas Shield. Чтобы трема-модули удобно было расположить и подключить, соберем для них специальный корпус и соединим его с ранее собранным набором плат. Теперь установим все модули в корпус и подключим их к Tremas Shield. Обратите внимание, что для подключения линейного толкателя используются два электромеханических реле, которые через переходник подключаются к одному выводу, а силовые ключи подключены к выводам с поддержкой ШИМ, что даст нам возможность в будущем управлять яркостью светодиодной ленты и скоростью вращения вентилятора. После того, как все модули подключены, пришло время добавить к ним устройства, которыми мы будем управлять. И первыми на очереди будут лампочки. Чтобы лампочками можно было управлять, необходимо подключить один из проводов питания каждой лампочки в разрыв через твердотельное реле. Далее, также через разрыв силовых ключей, подключаем 12-вольтовый вентилятор и светодиодную ленту. Теперь подключим провода питания 12-вольтовым оборудованием к клеммнику, после чего установим перемычки на электромеханических реле и подключим линейный толкатель. Вот теперь все готово, можно подавать питание и переходить к управлению. При первом запуске и после идентификации в сети, модуль пришлет на телефон уведомление об успешном запуске. Это сигнал вам, что можно отправлять команды. Для того, чтобы включить интересующее нас устройство, достаточно заглавными буквами написать слово «Включить» и через пробел указать имя устройства. После выполнения команды вам придет ответ на смс с подтверждением. Давайте теперь включим свет на кухне, указав в смс команду «Включить свет кухня» и «Свет в комнате», набрав команду «Включить свет комната». В ответных смс нас уведомляет о том, что команда выполнена. Что ж, столько света нам не надо, так что, пожалуй, выключим свет на кухне, набрав команду «Выключить свет кухня». Иногда необходимо заранее открыть дверь. Что ж, это не такая большая проблема, для этого отправим команду «Включить дверь» и толкатель откроет для нас входную дверь чуть заранее. Как говорилось уже раньше, вы можете назначить значение шим-сигнала на выводе, если, конечно, вывод его поддерживает. И для этого вам достаточно указать в сообщении после имени устройства число от 0 до 100 и символ процента. Давайте для примера укажем светодиодной ленте яркость в 10%. А вентилятору скорость вращения равной 5% от максимума. Ну что ж, теперь можно выключить свет, закрыть дверь и остановить вентилятор. Если вы отправите только часть команды или же полностью неверно напишите весь текст, то модуль в ответном смс уведомит вас об этом. В нашем уроке мы привели только один пример конфигурации. Для создания своей собственной вам достаточно внести изменения в скетче, указав свои названия команд и выводы, которыми с их помощью вы будете управлять. А на этом у нас все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok